Здравствуйте! В эфире местное самоуправление программы о деятельности столичных властей и я, ее ведущая, Данифа Тагирова. Какие законопроекты обсуждаются депутатами? Как работают уже принятые документы? Далее в эфире. Изменения в федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации вызвали много обсуждений во всех регионах страны. Документом предусматривается оказание организациям инвалидов поддержки в виде отмены арендной платы за помещение. Чебоксарские объединения и организации инвалидов уже обратились в столичную администрацию с просьбой о создании для них соответствующих условий. Органы местного самоуправления вносят поправки в положение о порядке передачи в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города. Всероссийским общественным организациям инвалидов в Чебоксарах передадут в безвозмездное пользование занимаемое ими помещение. На такую меру поддержки могут рассчитывать общественные объединения и организации, если они используют помещение на законных основаниях не менее пяти лет. Пока у нас было четыре общественные организации инвалидов, еще две организации заявили тоже о поддержке. Но в общем-то мы будем смотреть. Пока такого повального предъявления документов нет, но тем не менее мы все эти общественные организации будем смотреть. Предлагается также оказание всех мер поддержки, предусмотренных для организаций инвалидов, занятых некрупным бизнесом. Конечно, если они отвечают следующим условиям. В первую очередь общественная организация с уставным вкладом только этих участников общественных, это были общественные организации. Второе, это обязательное условие, чтобы более 50% работники все-таки были инвалиды. Третье, это то, что фонд оплаты труда также составлял не менее 25% для инвалидов. Комиссия Чебоксарского городского собрания депутатов ознакомилась с деятельностью, проблемами и просьбами общественных организаций инвалидов столицы. В городе помимо общественных объединений инвалидов существует коммерческое предприятие, где больше половины штатных работников имеет инвалидность. На поддержку со стороны местных властей может рассчитывать и эта организация. На рассмотрении утверждений в столичной мэрии находится проект решения о передаче из муниципальной в государственную собственность республики второй городской поликлиники. Эта процедура необходима для создания больницы будущего, как ее уже называют некоторые интернет-пользователи. В центре столицы, на проспекте Ленина 12, до позапрошлого года располагалась городская поликлиника номер 2, рядом бывший родильный дом. Оба медучреждения были построены в 1956 году, а сейчас закрыты из-за ветхости и несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям. Совсем недавно в Чебоксарах чуть было не разгорелся скандал. Общественность решала, что именно надо построить на их месте. Жилые дома со встроенной поликлиникой, либо целый больничный комплекс. После споров, стычек в интернет-пространстве и обсуждения на градостроительном совете, решение было принято в пользу медицинского комплекса. В конечном счете по проспекту Ленина возведут центр, где будет взрослая и детская поликлиники, женская консультация, центр для реабилитации инвалидов. Вопрос о создании многопрофильной поликлиники также обсуждали народные избранники на президиуме Чебоксарского городского собрания депутатов. Сейчас просто необходимо жителям центральной части города иметь как взрослую поликлинику, так и детскую поликлинику. А по детству у нас тем более есть проблемы. Если в центральной части будет такая современная поликлиника детская, это будет вообще здорово. Поэтому депутаты поддерживают идею строительства многопрофильной поликлиники в этом месте. Сейчас уже должно быть принято решение депутатским корпусом, чтобы передать муниципальную землю в государственную собственность. Если такое решение проходит, то уже начнутся другие действия по строительству, по проекту и строительству этой поликлиники. Надо заметить, что строительство поликлинического центра на проспекте Ленина уже вошло в план мероприятий к 550-летию Чебоксар и будет возводиться преимущественно за счет средств федерального бюджета. Возможно, новую больницу возведут за два года. В Чувашии внесли изменения в региональный закон о митингах. Теперь для проведения публичных встреч появятся специально отведенные места, где люди смогут обсуждать различные вопросы, высказывать мнения, собирать подписи и проводить другие общественно-политические акции. Обсудили за круглым столом депутаты Чебоксарского городского собрания, члены общественного совета при главе города, представители федеральных и республиканских структур и общественных организаций. Федеральный закон о митингах был принят летом 2012 года. Тогда он вызвал неоднозначную реакцию, споры не утихли до сих пор. Однако закон есть закон, и его нужно выполнять. В качестве общественно-политических площадок власти предложили несколько точек. Мы предлагаем включить перечень специально отведенных мест в следующие объекты. Два места. Сквер имени Чапаевой. Красная площадь. Это как раз нулевая отметка. Красная площадь тоже у нас используется на сегодняшний момент в качестве проведения публичных мероприятий. Парк культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксар. Площадка перед сценой. Площадка перед парадным входом в здание ДК имени Кузангая. Территория перед Чувашским государственным театром «Окли и балета». Эта территория тоже также используется. И территория стадиона «Волга». В дополнение к вышесказанному хочу также довести, что в адрес председателя кабинета министров поступили обращения против ключей специально отведенных мест также и площадь республики. Большинство предложенных мест администрации города участников круглого стола удовлетворил. По некоторому присутствующих были вопросы, бурно обсуждали возможность проведения собраний на площади республики. По мнению правоохранительных органов, если проводимое здесь собрание выйдет из-под контроля, могут пострадать участники акции, прохожие, также под угрозой может оказаться проезжая часть. К сожалению, площадь республики не имеет бордюрного развлечения между проезжей частью и проходной частью. Так как выходит. И опасность, то, что будет совершено дорожно-транспортное происшествие, это очень активная проезжая часть центра города. Если мы там приостановим движение, мы просто нарушим ритм работы города и предпятия, которые находятся в центре города. Впрочем, некоторые из присутствующих предлагают это место не исключать из списка. Изучив четвертую статью закона, выходит так, что категорического запрета на проведение митинга на площади республики нет. Статья четвертая закона – порядок подачи уведомлений в любом другом месте, который не подпадает под ограничение этого закона. Поэтому площадь республики, по сути дела, может использоваться при соблюдении определенных требований и при подаче ранее уведомления про проведение. Поэтому об исключении данной площади из возможности проведения митинга я бы не стал. А в целом я вижу, что администрация подготовила, фактически предложила все открытые пространства в городе Чебоксары, которые пригодны для проведения митингов и шествий, указав эти шесть пунктов. Я думаю, что никаких других площадей, которые возможно было бы использовать, по сути не осталось. То есть администрация в городе достаточно лояльно подошла при подготовке данного списка. Но даже если будут учтены все эти требования, вряд ли будет возможно собраться на площади республики Массово. Здесь уже нужно учесть другую статью закона. Сколько туда может поместиться участников митинга? То есть в законе тоже прописано, что один участник из расчета одного квадратного метра. То есть это можно посчитать 50 метров от храма, 50 метров от учебного заведения, от сельхозакадемии, от беда университета и 30 метров от администрации зданий. То есть мы-то даже, может быть, и не против участия в кругу стола, что и разрешить на Красной площади. Но сколько там останется метров? Если там останется 10 метров цельсообразности вообще, как бы внесение этого места в список упрощенного порядка. Сформированный список мест проведения публичных мероприятий должен утвердить Кабинет министров республики. Это все на сегодня. Программа «Местное самоуправление» и я, Дани Фатагирова. Прощаемся с вами. Всего доброго.